Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Нет предела совершенству. Благоустройство Анапы в осенний период идет полным ходом. Шлем – всему голова. Сотрудники ГИБДД подвели итоги конкурса «Оригинальные экипировки». А сейчас обо всем подробнее. Власти предъявили требования к застройщикам привести в порядок прилегающие к стройплощадке территории. Качественно и в сжатые сроки. Благоустройство Анапы в эти дни заняты и городские службы. Благоустройство Бульвара Евскина в районе школы номер 7 завершат к концу месяца. Начались работы летом. Сотрудники компании «Ремстрой» заменили более тысячи квадратных метров тротуарной плитки и почти 800 погонных метров бордюра. Ремонт проходит по графику. Работники приступили к озеленению части сквера. Высадили пирамидальные туи и казацкий можжевельник. На улице Краснодарской тоже проходят работы по благоустройству. От переулка Строителей по улице Краснодарской до улицы Маяковского по нечетной стороне были произведены работы по благоустройству газонной части. То есть был вывезен полностью 100% грунт со всех газонов. Облагородят газону общежитие по улице Краснодарская 65. Заказ на работу уже поступил. Было обращение Меркурия, это Верстунин Владимир Петрович, тоже возле общежития Краснодарской 65, там порядка 300 квадратов большой газон. Тоже был вывезен старый грунт с наплывами, выровнено, завезен чернозем, тоже там уже и посели траву. Стараемся, чтобы Иванапа была красивый цветущий город, в котором мы все живем. Все должны, каждый должен обращать внимание на благоустройство в городе, почему? Потому что это наш общий дом, и на это нельзя закрывать глаза. Вот, например, мы только навели порядок, а кто-то уже кидает мусор. Некрасиво. Поддерживают порядок и на Анапском шоссе. Высаженные в этом году туи поливают, подстригают и подкармливают. Высавшие из бракованной партии заменят зелеными, когда придет срок пересаживать южные растения. Елатомский приборный завод – лидер отечественного медицинского приборостроения. Аппараты и устройства Елатомского приборного завода известны и востребованы у медиков и пациентов. Они созданы конструкторами и врачами на базе фундаментальных научных открытий. Физиотерапия с каждым годом приобретает все большую популярность. Одним из ведущих предприятий в области производства портативной медицинской техники является Елатомский приборный завод. Его приборы можно использовать и в домашних условиях. Среди них есть такие приборы, как фея и теплон, которые можно использовать детям, а также магнитотерапевтические, самые популярные из которых – Алмак-01. Воздействует он импульсным бегущим магнитным полем, которое помогает, глубоко проникая в ткани, снять отечность, воспаление, боль, ускорить процесс выздоровления, улучшения состояния тканей. Показания к применению – общеизвестные и широко распространенные заболевания, такие как остеохондроз позвоночника. Также им можно лечить артриты, артрозы, бурситы, склероз сосудов нижней конечности, заболевания внутренних органов, зудящие дерматозы, бронхолегочные заболевания. Обладательницей одного из таких аппаратов стала советская и российская актриса Валентина Талызина. Алмак помогает ей преодолевать боли в спине. Вы будете активно его использовать? То есть вы добросовестный пациент? Будете четко следовать инструкцию? Я буду четко. Вообще-то я человек ленивый, но думаю, что пациент добросовестный. А словица есть такая, когда жареный петух клюнет, уже будешь все делать четко. Только с 15 по 18 октября Алмак со скидкой 5% в магазине Медтехника «Озон-2» и в гипераптеке «Фитофарм». Адреса на ваших экранах. Крестным велоходом анапчане почтили память погибших в Первой мировой войне. И в этот же день, 14 октября, православные христиане праздновали главный праздник осени – Покров Пресвятой Богородицы. Место средневековых рыцарей – мальчишки, девчонки, молодежь и старшее поколение анапчан. Место гнедых и враных коней – блестящие на солнце железные. Молиться можно не только в храме, но и на велосипедах. Ежегодно уже 14 лет молитва к празднику Покрова Пресвятой Богородицы – это крестный ход на велосипедах от храма преподобного Серафима Саровского до часовни святого и обратно. Инициаторы мероприятий приход Серафима Саровского и общество православной молодежи «Круг» таким образом предлагают анапчанам почтить память погибших в Первой мировой войне. Отец Александр призвал всех участников велохода относиться друг к другу с добром и не нарушать молитвенное настроение собравшихся. Уважали друг друга, любили друг друга, не подрезали, не обзывались, особенно это к детям относится, не говорили плохих слов, ко всем относятся. Студентам ГГУ имени Шолохова Дмитрий Новиков впервые принимает участие в священно-действии вместе с однокурсниками. От университета целая команда в ярких зеленых майках. Мы решили принять участие в крестном ходе велопробега. Мы придерживаемся здорового образа жизни, мы всегда говорим студентам, что спорт – это здорово, это круто. И как только ребята узнали о том, что состоится такой велопробег, все с радостью приняли участие, потому что мы за здоровый образ жизни. Самому старшему участнику хода скоро исполнится 78 лет. К крестному ходу присоединились байкеры. Двухколесных коней окропили святой водой, прочитали молитву и поехали с Богом. Маршрутом мы едем от храма преподобного Серафима Саровского, через весь город выезжаем на Пионерский проспект. По Пионерскому проспекту едем до самого конца, до санаторий «Жемчужина России». И там мы останавливаемся возле часовни преподобного Серафима Саровского. Там мы совершаем заупокойное поминовение воинов и героев Первой мировой войны. И оттуда возвращаемся обратно. Девятилетний Артем Волков соблюдает правила крестного хода и ждет своей очереди. Уже четвертый раз он оседлал свой велосипед и на этот раз взял с собой товарища. Настоятель храма тоже снял традиционное облачение и замкнул колонну велокрестоносцев. Шлем всему голова. Сотрудники ГИБДД подвели итоги конкурса, направленного на безопасность дорожного движения водителей мототранспорта. Наталья из Мызгова познакомилась с победителями конкурса. Черепаха в подарок за креативный подход. Сотрудники ГИБДД наградили обладателей самых оригинальных мотошлемов. Приз за первое место – специальный защитный костюм мото-черепаха. Существует несколько видов ступеней защиты, в том числе и мотоэккупировки для спортбайков. Мото-черепаха надевается совместно, это как курточка, надевается она совместно с шортами, с малокотниками, с пластмассовыми штабками для позвоночника. Все пригоняется, прилаживается вплоть до миллиметра на тело ездока. Дает неплохую защиту. Победителем конкурса и обладателем мото-черепахи стал Александр Ромахов. Из новостной ленты на сайте ОГИБДД ОМВД по городу Коротанапа я узнал о проведении конкурса. Я покрасил шлем в триколор и сделал в нем ракез. Это пришлось по душе и, естественно, я победил. Мотоэкипировка – предмет недешевый, но стоит любых денег, ведь безопасность и человеческая жизнь бесценны. Юбилей. 55 лет работы предприятия отпраздновали сотрудники Анапа Горгаз. Лучших специалистов и руководителя поздравили в городском театре. Подробности с торжественной церемонией в сюжете. Синя-оранжевая форма осталась дома. В свете софитов вечерние наряды и строгие костюмы. Зал городского театра наполнен благоуханием цветов. Коллектив открытого акционерного общества «Анапа Горгаз» торжественно отмечает 55-летний юбилей. Звонкие детские голоса, танцевальные номера, добрые слова, цветы, подарки – лишь небольшая благодарность за их ежедневный труд. На большом экране показали видеозарисовки о династиях предприятия, о коллективе и разных службах. На сцену пригласили ветеранов газовой отрасли, старожилов «Анапа Горгаз», сотрудников, которые для своего предприятия не жалеют силы времени. Актеры примерили на себя непростую роль операторов газовой службы. Будьте внимательны и осторожны при пользовании газовыми приборами. Помните, где газ нужен глаз. Праздник получился душевным и теплым. Таким он и должен быть для тех, кто проводит тепло и уют в домах жителей района. 18 октября в Доме культуры молодежной пройдет масштабный День здоровья. Задачу организовать и провести новый цикл Дней здоровья в Анапе поставил на планерном совещании глава города-курорта Сергей Сергеев. Начнется сезон Дней здоровья в городе, а затем пройдет во всех сельских округах. С 9 до 14 часов в ДК молодежной можно будет пройти консультации кардиолога, эндокринолога, невролога, окулиста, терапевта, хирурга, соцработника, измерить свое давление, рост и вес. Также к услугам анапчан лабораторная экспресс-диагностика, глюкоза, холестерин, крови, ЭКГ, кардиовизор, УЗИ-диагностика, измерение внутриглазного давления и так далее. Прием будут вести лучшие врачи-специалисты городской больницы и Центра медицинской профилактики. Всех желающих проверить свое здоровье ждут с 9 до 14 часов по адресу Анапа, улица Крылова, 18А, Дом культуры молодежной. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – магазин текстиля для дома премиум-класса «Махровый рай». Алые паруса, цветущая сакура, летний сад и миллион алых роз. Возможно ли это все сразу? Да, если вы в магазине «Махровый рай». Белье для сна и дома – приходи, выбирай. Это все «Махровый рай». Теперь по новому адресу. Торговый центр «Рио», улица Горького, 18, напротив стадиона «Спартак». В четверг, 16 октября, в Анапе солнечно и ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 19, 21, ночью 17 градусов тепла. Ветер юго-западный, порывистый до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 16 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы – производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – четвертый квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа – торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова